Начинку. Заполняем углубление в форме. Так, это мясо у нас. Так, сейчас такой момент покажу. Бывает, сделали, к примеру, тесто, кто-то подошел, вот, пока там отпустил чебурек, отдал денежки, посчитал, тесто лежало. Как тесто полежит там, несколько минут полежало, оно бывает заветривается. Заветривается, и когда его сложите, оно не склеится, то есть вы обрежете, и оно просто не склеится, потому что оно будет суковатое. Берете такой момент, то есть, в любом случае, 5 минут что-то поделали, пускай это войдет в привычку. Перевернули, то есть, снизу оно не заветрено, и начинаете уже работать. Вот так, и такой порядок. То есть, сделали начинку, заполнили фарш, закрыли. Делаем дальше. Делаем вот сыром ветчиной. Ветчина, это она обычно порубленная в блендере. Вот уж, я думаю, этот процесс показывать не надо, по полсантиметра. Вот, не кусками режем, а просто перемалываем в блендере. Вот, потому что так расход намного меньше, и есть чебуреки намного лучше. Укладываем немножко, то есть, не закрываем полностью именно с ветчиной. Вот, все. То есть, ветчины здесь у нас порядка 35-40 грамм. Вот, и вложим два кусочка. Два кусочка. Вот, все. Достаточно. Вот. С сыром положим также, два куска. То есть, 70 грамм сыра должно быть выгодно. И сыр этот, по цене у него 200, 249 рублей. Вот. То есть, два кусочка и вот, грубо говоря, там от целого можно отнять вот такой небольшой кусок. Короче, неважно. 70 грамм, это мы заполняем вот эту форму. Вот, сыром. Какой бы он у вас ни был, там, порванный, не порванный. Ну, в том плане, разные бывают. Вот, квадратный, не квадратный. То есть, заполнили. Вот, все. Достаточно. Убрали. Также, сейчас покажу одно сразу чебу-пиццу. Перчатки. Также, здесь колбаса. А, колбаса. Так. Вот такую я беру. Обычная колбаса казинская сервелат. Обычно сервелат. Финский сервелат беру. То есть, колбасу недорогую. Вот, недорогая, ну, чтобы она... То есть, запах у нее вот эта копченость состоял. Там, не знаю, что они там добавляют. Жидкий дым или что-то. Вот он очень привлекает людей. То есть, здесь у нас чебу-пиццы. Помидорки. Ну, режем вот на четвертинки. То есть, вот, на дольки такие небольшие, на четвертинки. Так же лучок. Вот. И ветчина. То есть, у меня, к примеру, идет половина такой вот колбасы. Пол-палки. Ее берут мало. Ну, приходит. Пол-палки колбасы. Две помидоры средние. Вот. Пол-луковицы. Вот. И все. То есть, смешиваем. Посолили. Чуть-чуть. Можно... Может даже не садить, но я чуть-чуть добавляю. Потому что сыр соленый, колбаса соленая. Вот. И все. То есть, овсян, начинка. Сейчас мы ее сделаем тоже. Ну, чебу-пиццы, конечно, у нас подороже. Хотя ценник сказал это. Вот. Заполняем. Тоже немножко. Все. А это у нас получается чайфик. Сейчас положим сыр. Положим сыр. То, что у нас осталось. Вот. Закрываем просто эту форму полукруглую. Вот. Выкрываем тесто. Вот оно, кстати, пока ты объяснял. Подсохло уже. Ну, соответственно, сильней прижать просто и все. Вот. И обрезаем. Ну, я левша. Мне удобнее с левой стороны. Ну, вам, соответственно, просто делайте зеркально. Прижали. Вот. Обрезали. Прошли немножко. Раз. Рукой. Вот. И было в эту сторону. Все. Готово. Вот. Кстати, подсохшее. Сейчас покажу, что. В принципе, оно все склеилось. Ну, бывает такое. Вот. Вот. Подсохло тесто. И получается такие проблемы. Поэтому нужно его переворачивать. Когда оно долго лежит. Вот. 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 Ну, то есть взяли такой вот чебурек. Вот. Ничего страшного. Прям пальцами так слепили. Раз. Таким движением. По краю прошли. Все. Дальше. Поэтому я говорю. То есть, нужно сразу закрывать. То есть, накрывать тесто. Крупушкой. Вот. Крышку ставим. То есть, вот эта форма. Я там показывал улетки. То есть, этот размер. Вот. Тесто мы не закатываем туда. Дальше. Чтобы вот эти желтые у нас, к примеру, было видно. У них. То есть, ровно по до нее. и крышку мы ставим вот заподлицо заподлицо с доской не требуется что-то взвешивать и дальше берем за край просто на ладонь взяли так посмотрели вроде все нормально и укладывал в чебулейши не так там не кидаем чтобы он так сложилось просто взяли спокойно раз за два края расположили берем следующий также раз на ладонь схватили сейчас все сейчас и следующий соответственно также положили раз вот сейчас они жарится у нас это по полторы минуты с каждой стороны мы поснимаем пока у нас сожарится покажу как работать перчатки как мы работаем перчатками то есть перчатки бывает так вообще невозможно то есть открыть как бы там не старался что открываем перчатки что перчатки что пакеты то есть вот таким движением просто раз вот на себя раз и все она скрылась вот так же снимать когда деньги берем не выворачивать не за пальцы тянуть там вот это все долго там бояться что потом не лезет а бывает рука прям сырая и не лезет никак перчатки тоже один два раза чебурек вот сейчас сухие я сейчас не могу открыть не могу открыть потому что пальцы сухие никак не получится у меня долго здесь у меня губка обычная мы с водой пальцы намочил все так чебурек у нас с одной стороны переворачиваем переворачиваем как то есть потом уже можно будет по-разному и так взять и как вам удобно так берем то есть вот вот эта часть небольшую часть по поджаренный засовывать а непосредственно вот это его потому что если это засунуть и это прихватить по тесто можно порвать ну не можно она обязательно порвется то есть ну так вот переворачиваем вот эту часть поджаренная засовываем вот у нас там где поджарилась дальше сейчас они надуются там на видео когда я снимал там вот я делал вот вот такие движения я делал потому что у нас были сварочные работы рядом и не хватало температуры то есть они долго жарились так они жарятся быстрее как все время на второй стороне чебурек жарится быстрее немножко чем на первый потому что он уже горячий ну чебурек должен надуться если он долго не надувается или вот так лежит бывает разбывайте поднимает можно поднять его бывает край лопнул а там бывает воздушный пузырь то есть вот берете к примеру так вот здесь вот видно даже что такой белый воздушный пузырь и там такая белая не прожаренный белая не прожаренные тесто вы берете вот так просто раз покачали масло попадает немножко покачали то чебурек готов вот когда чебурек вынимаем вынимаем не на эту штуку ложим вот вынимаем вот чисто уже на большой раз и выкладываем вот еще момент то есть когда чебурек жарится мы переворачиваем не 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 через эту сторону вот то есть не через полукруглую то есть все делаем через через вот этот ровный край то есть все через него только вот так вот больше никак не блоком там кто-то пытается не так вот вот так вот мы переворачиваем потому что начинка у вас окажется где-то в одной части чебурека вот непосредственно вот конца это грубо говоря все дальше надутые чебуреки мы всегда ложим горизонтально потому что если его поставить вертикально вот так начинка сложится в трубочку и получится что чебурек пустой здесь вся начинка вот и то есть покупатель уже будет смотреть так якобы туда мало начинки положили по всему чебуреку ну соответственно достаем вот под низ вот не сильно надуто если вот плоский бывает край как вот лопнули плохо вот я залепил его то есть масло куда не попадает попадает масло сыр либо сыр лучше ну когда очень прям большая дыра лучше его выбросить сразу лучше не рисковать лучше сделать новый вот а так получается вот такой чебурек вот из того теста вот вода мука соль из точно хорошая очень вкусно потому что вкус тесто получается из того что она просто пропитывается соком вот этим бульоном паром от сыра от мяса вот вот поэтому оно получается если пожарить просто тесто получается как хворост вот и все дальше дальше как упаковывать пакет как я делаю здесь я ничего заранее не распаковывать также раз помочил пальцы то есть один край открывается у пакета а второй держится мы раз один оторвали все у нас растут и также раз оторвали вот этот раскрылся то есть нас пакет уже раскрылся вот то есть разница большая чтобы вот так вот достать и попробовать его очень тяжело это очень долго вот эти не часы сделаем все раз раз оторвали дальше одеваем перчатку то есть эти пакеты я открываю только в перчатках потому что работает деньгами пакет непосредственно укладываем чебурек вот тоже раз ну не получается открыть когда и пакеты берите пожёстче пожёстче есть такие прочные пакеты пожёстче потому что очень мягкие пакеты замучите с ними но правда вот так раз нажали водичкой короче лучше пакеты перчатки жирные где-то взяли вот два раз где чебуречница рядом чуть-чуть маслом а или чуть-чуть вообще немножко жирно но идики становятся перчатки начинается становится липкие перчатки и открываем дальше укладываем чебурек чебурек укладываем не так не берем пакет и туда бросаем его это неправильно то есть опять вся начинка этот латон сейчас горячая когда чебурек уже полежал там людей становится таким мягеньким вот и он прям комок сворачивается комок не так мы делаем иначе делаем вот у нас стоит чебурек открываем пакет вот открыли то есть у нас перчатка жирная в данный момент остается очень быстро они открываются края дальше так вот мы берем чебурек и на чебурек взяли не за середину а то есть практически всю начинку всю начинку держим вот держим полностью потому что взять за середину тоже это во первых прижим прижимает у нас не центр а прижимает вот эта часть вот вот эта часть то есть вот непосредственно здесь прижимает и мы взяли его получается вот так полностью и одели на него пакет одеваем пакет соответственно на руку и засовываем в этот пакет тоже вложим не этой стороной вниз и полукруглой стороны вниз вот а соответственно как у нас есть пакет эта полоса также мы и укладываем его чебурек вот второй еще такой момент примеру лежат у вас чебурек он полежал не нужно пытаться так как засунуть его порвете можете порвать вы работаете в перчатках люди это видят пожалуйста взял чебурек рукой прям приподнял положил все руку прижал пакет отдельно чебурек в руку положил два чебурека в одну маечку я упаковываю по 4 чебурека 5-6 чебуреков не укладываю потому что они превращаются в кашу друг друга начинает давить 4 максимум если 5 чебурек в один пакет 2 чебурека салфеток я не жалею допустим вот на 2 чебурека я уложу ну поменьше немножко можно сейчас схватил как на 3 схватил вот а так не на том что экономить у нас чебурек 60 рублей то есть это салфетка не нужно сложить по салфеточке люди потом не придут если они запачкаются они обязательно запачкаются то есть если одна салфеточка будет лежать как у соседей у нас экономит вот взяли ну три салфетки но сколько вы потратите грубо говоря пачка 12 рублей на 10-12 то есть три салфетки я имею ввиду ложим на один чебурек грубо говоря 2 чебурека 6 салфеток 3 чебурека 9 салфеток то есть он примерно таким пачка достаточно на 3 чебурека потом еще такой момент тоже когда укладываем люди сюда спрашивают а где нужно запоминать то есть какой вы куда поставили где мясо где сыр где сыр лично вот и допустим говорим идет сначала с мясом потом сыром ветчиной потом чебу пицца и салфетки то есть вот таком порядке по поводу денег еще хотел сказать то есть денежки когда отдаю я когда считаю ну соответственно деньги перчатками не берем то есть деньги перчатку сняли деньги взяли перчатку одели сняли две перчатки денежки посчитали вот перчатку одели вот так и по поводу денег я когда деньги отдаю то есть я не отдаю сразу пачкой вот допустим там сдали мне пищу рублей взяли 4 чебурек мне нужно сдать 240 рублей 760 рублей то есть я пересчитываю 100 200 300 400 500 600 700 и вот вам пожалуйста 3 мелочи 700 дал и там 50 рублей и 10 рублей чтоб все они видели потому что и самому можно обмануться но и то есть какие-то моменты принципе все на видео показано может я там словах если где-то ошибся просто звоните может позвонить соответственно все потом мою посуду у нас тут три тарелки а еще момент сейчас покажу то есть у нас это пленка пищевая то есть кроме мяса потому что мясо это ходовая тарелку не закрываю остальное то есть ветчину если там подобное то есть я закрываю так раз все закрыл чтобы не заедлится